БИС-ТВ 22 августа 2013 года в офисе компании Инфотекс выступили лауреаты программы Инфотекс Академия, направленные на поддержку научных исследований в сфере информационной безопасности. Глава компании Андрей Чепчаев, а также кураторы программы перед тем, как запускать новый цикл Академии, продемонстрировали успехи предыдущего, стартовавшего в 2012 году. По их словам, это уже третий раз, когда проводится академический конкурс, но впервые мероприятие привлекло такое большое количество участников. Всего поступило 100 заявок. Расширилась география участия. Кроме лидирующих Москвы, Санкт-Петербурга и Самары, активно себя проявили ученые Тюмени, Краснодара, Орла, Таганрога. В сумме на их счету каждая пятая заявка. В рамках программы были определены победители – 8 ученых, чьи проекты больше всего заинтересовали кураторов из Инфотекс. Тема работ лидеров – безопасность операционных систем, в том числе мобильный Android, анализ шифрованных данных и криптография в облаках, детектирование атак на информационные системы и другие. Трое ученых из числа победителей согласились презентовать общественности свои наработки и в простых словах рассказали всем о сути своих сложных исследований и изобретений. После презентации кураторы программы долго и охотно отвечали на вопросы журналистов, рассказывая о прошлом Инфотекс Академии, ее перспективах, принципах отбора победителей. Однако главные вопросы, интересовавшие всех пришедших, сводились к двум словам – сколько и зачем? То есть, каковы размеры гранта для победителей конкурса? И о каков интерес организатора компании Инфотекс в этой программе? На первый вопрос ответить было несложно. На один проект Инфотекс жаловала от 300 до 500 тысяч рублей. А вот второй вызвал у кураторов некоторую задумчивость. И не зря. В современном мире чистую благотворительность трудно отличить от аккуратно преподнесенных публике инвестиций. Бизнес всегда остается бизнесом и, пожалуй, только Билл Гейтс способен осыпать нуждающихся миллионами, не ожидая возврата. В остальных же случаях за каждой потраченной копейкой стоит определенная цель. И увидеть эту цель порой очень непросто. Из ответов представителей компании стало понятно, что результаты исследований, находки, сделанные участниками конкурса за счет гранта от Инфотекс, переходят компании-организатору. Хотя, разумеется, авторство научных открытий остается за самими учеными. В этом отношении улов последнего цикла Академии неплох. По результатам одного из восьми исследований уже удалось получить патент. Многие из остальных наверняка получат свое развитие в новых продуктах компании. Однако представители Инфотекс с порога отмели предположение, что Академия всего лишь способ по дешевке скупить научные открытия. Один из кураторов программы выступил с прочувствованной речью о том, что сегодня отечественная наука задыхается без финансирования, несмотря на все громко анонсированные почемкинские инновационные центры. И только бизнес способен действительно поддержать исследования, без которых и сам вскоре останется у разбитого корыта, застрянет в тупике развития без свежих идей. Академию в недрах компании задумывали именно как способ спонсировать наиболее передовые направления в науке, но, разумеется, не без пользы для себя. После такой пламенной речи от презентации и от самой программы могли остаться только приятные впечатления. Тем более, что вместо розочки на торте сотрудники компании провели для гостей интересную экскурсию по святая святых, своему офису, и даже завели в секретную лабораторию оборудование устрашающего вида беззеховой камерой. После этого пригласили всех к столу, на небольшой фуршет, где можно было чествовать победителей прошлого цикла программы и выпить шампанского за будущее Инфотекс Академии 2013.